А накануне был задержан режиссер-документалист Виталий Манский. Он пришел на одиночный пикет под здание ФСБ на Лубянке и принес с собой синие трусы. Напомню, что человек, которого Алексей Навальный назвал одним из своих отравителей, сотрудником ФСБ Константином Кудряцевым, в разговоре с политиком объяснил, ему поручали устранить следы яда с одежды Алексея Навального. Его фраза «работать по трусам» с тех пор стала мемом. Давайте посмотрим, как задерживали Виталия Манского. Спасибо вам, Халча Служба, защищайте страну от убийц. Хорошо. Чтобы страна была... Я гражданин Российской Федерации. А я не совершаю никаких действий, чтобы не задать. Сейчас, в данном полиции, можно вас? Да, уходите. Да, есть. Позже Виталия Манского отпустили, но трусы забрали как вещь док. Сейчас режиссер с нами на связи из Москвы. Виталий Всеволодович, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Расскажите о вашей акции с трусами. Когда вы поняли, что уже не можете просто сидеть дома, взяли трусы и вышли? Ну, откровенно говоря, я не делал никакой акции. Я был недалеко от этого места по работе, снимал. И мы подошли с Аскольдом Куровым посмотреть, что вообще происходит у здания Лубянки. И я хотел сфотографироваться для социальных сетей. Но действие полиции действительно превратило это в достаточно заметную акцию. Само сдержание было... 20 человек меня задерживало в конечном счете. Вся эта комарилья в отделении полиции с изъятием трусов, внесением их в дело в качестве вещественного доказательства, передачи в суд. И мне кажется, что власть сама занимается саморазрушением. Ну, не саморазрушением, пока, к сожалению, об этом говорить преждевременно. Саморазоблачением. Но вот то обстоятельство, что вчера и позавчера, после такой вообще ошеломляющей новости, я имею в виду доказательства преступности, власти в прямом эфире, то, что люди остались дома, и я был почти один в проявлении своих каких-то чувств, горечи, растерянности, да и ужаса, это вызывает очень большое сожаление. Потому что апатия, вот перед этим вы говорили про Беларусь, про женщину, которая, значит, про еще что-то. Вот Беларусь показывает россиянам пример и стыдит россиян. Потому что, в принципе, то, что происходит в Беларуси, это национальная гордость, это какой-то вообще очень важный момент обретение самосознания нацией. Виталий Силович, смотрите, наш телеканал накануне опросил случайных прохожих на Лубянке. И знаете, многие из них считают, что ФСБ защищает россиян и не травили Навального. И есть ваша недавняя фраза «Люди в России начинают получать удовольствие от возвращения в рабство». Вы можете объяснить ее? Ну да, потому что люди действительно являются жертвами этой тотальной идеологической обработки, которая ведется 20 лет, а может быть и более того. Ну 20 путинских лет точно. И они уже, в принципе, у них как бы изъято одно сознание и вложено другое. Поэтому то, что они отвечают, что ФСБ их защищает, они как бы, ну тем более накануне был юбилей репрессивных этих органов, были концерты, их любимые певцы, так сказать, искренне, ну как и должен артист, точнее, изображали искренность и чуть ли не пускали слезу, когда пели там про честь, доблесть, отвагу, борьбу с врагами. Ну да, это все работает, это все действует, потому что в тоталитарном государстве не может быть свободной мысли. Первое, что уничтожает тоталитаризм, это внутреннюю свободу человека. И в России эта внутренняя свобода особенно, ну человек вообще слаб. Я думаю, что если меня погрузить в официальные медиа, которые я просто не включаю, но если вот насильно погрузить, наверное, через какое-то время я начну невольно, невольно меняться. А 20 лет, представьте, 20 лет людям меняли сознание. Конечно, они добились очень больших в этом направлении результатов. Тут что скрывать. Вы человек, который делали документальное кино о Владимире Путина. О Путине наверняка лично его хорошо знаете. Как вы считаете, Путин мог лично отдавать приказ об отравлении Навального или он во всем этом мог просто не знать? Послушайте, здесь не нужно хорошо знать Путина. Это просто нужно хотя бы адекватно оценивать систему государственной власти. ФСБ не может действовать в таких направлениях без высшего одобрения. Ну даже, допустим, не указания. Хорошо, давайте не указания. Но без одобрения это просто невозможно. Тогда просто ФСБ не... Поэтому, конечно, Путин, конечно же, 100%, тысяча из тысячи, что он точно знал, что происходит. Весь сюжет с отравлением Навального. Это даже не сюжет документального фильма. Это прям и для художественного фильма такое вряд ли придумать. У вас нет творческих планов на это все? Вы знаете, Навальный сам производит такой контент, что ему ничего и никто не нужен. Он сам делает историю, он сам создает летопись, он сам создает большое многосерийное документальное кино, которое собирает аудитории, которым позаведует самый продвинутый документальный фильм. Самый продвинутый фильм. Вот там, я не знаю, мой фильм «В лучах солнца» о Северной Корее, может быть, там суммарно посмотрел в мире 50 миллионов, не больше. А у Навального сколько просмотров. Поэтому, чего что-то говорить. Он сам за себя все делает. Меня только удивляет, что такая огромная армия его подписчиков и зрителей, которая не может оторвать свою задницу от диванов, и что я не призываю штурмовать Кремль, хочу быть правильно понятым, но выразить свое отношение к тем преступлениям, которые доказаны на твоих глазах, и ты сам вот смотришь и понимаешь, что происходит, это просто неужели мы не хотим, каждый из нас не хочет сам себя уважать? Ну как вот жить без самоуважения? Вот это для меня абсолютно непонятная, так сказать, загадка сегодняшнего момента. Спасибо большое, Виталий Василович. Спасибо за то, что нашли время для нас. Спасибо за ваше резюме и за ваше мнение. Оно очень важно для нас. Это режиссер, документалист Виталий Манский был с нами на прямой связи из Москвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.